На России празднуют День Военно-Морского Флота. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, главнокомандующие! Поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота! Ура! Путин воодушевлённо поздравляет своих мичманов и моряков. Поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота! Но этот маленький праздник накануне испортила большая ложка дёгтя. Украина представила уникальный морской дрон, который способен потопить самые неуязвимые судна России. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Его кодовое название Магура В-5. Его на днях впервые показали на выставке оружия в Турции. Дрон настолько интересный, что о нём сразу же сделала сюжет CNN. Магура В-5 внешне похож на маленький катер. Но на самом деле это очень мощный дрон «Камикадзе». Это, по сути, следующий этап эволюции надлонных дронов, представляющих собой безэкипажные катера с размещенной достаточно мощной боевой частью. Он быстрый. Скорость 42 узла. То есть 77 км в час. Это достаточно высокий показатель для таких катеров безэкипажного катера, который позволяет в предельно сжатый период времени достигнуть той или иной цели в зоне наших интересов и поразить эту цель. На этой скорости он может нести более 300 кг взрывчатки. Но его главный козырь – это дальность управления. Около тысячи километров. То есть это достаточно мощное, совсем другого уровня уже ударное средство, которое, помимо всего прочего, ещё имеет и дальность плавания до 800 км. Как я понимаю, это с учётом контроля этого данного плавания. Этого достаточно, чтобы отработать весь российский флот в Чёрном море. Это в определённых условиях может охватывать практически все интересующие, например, нас, локации на временно оккупированном полуострове Крыма и даже не только там. Когда Магура В-5 выйдет на охоту, вариантов спасения у россиян будет немного. На самом деле отодвигаться им придётся очень-очень далеко и не единожды. Потому что 800 км позволяет охватить радиус, превышающий радиус новороссийской. То есть Россия должна будет либо переместить свои корабли вплоть до Сочи, либо вообще вывезти из Чёрного моря. Впрочем, когда именно новый украинский дрон приступит к заданиям, пока неизвестно. Информация засекречена. Очень мало информации об этом безэкипажном катере. И это вполне нормально. Такая информация, она должна быть максимально закрытой. Но совершенно очевидными есть приоритетные цели этого морского беспилотника. Это ракетные корабли проекта 21631 наподобие «Буян-М». Именно с них Россия запускает свои калибры и днём, и ночью. Эти корабли, кроме всего прочего, очень быстро тонут. Например, корабли проекта 21631, они имеют водоизмещение полное меньше тонны, там 900 тонн. И этот корабль действительно в данном случае является весьма и весьма уязвимым для данных бэков. Поэтому «Магура Ви-5» может облегчить работу украинской системы ПВО. Эти корабли являются на сегодняшний день ещё и приоритетными тем, что на них размещены пусковые установки калибра НК. С кораблями типа «Фрегат» новому беспилотнику будет труднее. «Фрегаты проекта 11356, но у этих кораблей водоизмещение превышает 3500 тонн, то есть почти 4000 тонн полное водоизмещение. И говорить о том, что единоразово удар такого бэка может их потопить – нет. Но оказать соответствующие повреждения – да, безусловно». Чтобы потопить один такой фрегат, нужна массированная атака морских дронов. Презентация беспилотника «Магура Ви-5» совпала с выходом России из зерновой сделки. «Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов». После этого российский флот в Черном море начал агрессивное поведение по отношению к цивильным и торговым судам. «В последнее время все больше слышим по радиоперехватам, в том числе, как они предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты». Поэтому украинское морское ноу-хау совсем кстати. И может приструнить нахальное поведение путинских пиратов в акватории Черного моря. «Силы есть, ума не надо». По прогнозам экспертов, морской дрон «Магура Ви-5» очень скоро проявит себя на боевых заданиях. Затягивать с его выпуском в открытое плавание никто не собирается.